2021 год выдался невероятно богатым на лучших из лучших учеников школ Московского района. 9 июня важный день для них, ведь они приобретают достойный новый статус – медалисты. В этот день торжественно награждал выпускников из 21 учебного заведения нашего города глава администрации Московского района Андрей Филанович. С золотом закончили школы 116 выпускников и 5 с серебром. Также были награждены 8 ребят, ставших победителями Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Мне это немножко волнительно, я впервые провожу данное мероприятие, но в то же время это очень важное и ответственное мероприятие, ведь впереди у выпускников тоже выбор, да, это успешно сдать, тестирование пройти, выбрать тот путь, на который они все выбирают, либо по своему желанию, иногда по подсказке родителей. Несомненно, в этот день принимали поздравления и преподаватели, которые готовили ребят к Олимпиаде, ведь именно они сделали все возможное для того, чтобы их ученики добились таких невероятных результатов. Как известно, хороший ученик – это результат комплексных усилий самого ребенка, родителей и, конечно, учителей. В этот значимый день они были рады по-особому. Я сегодня чувствую удовлетворение своим трудом, потому что вся моя жизнь – это воспитание детей. Каждый человек должен в жизни оставить какой-то свой след, мой след в моих учениках и в их успехах. Я занимаюсь серьезно с детьми физикой, мы выиграем Олимпиады разного уровня, не только республиканские, но у меня есть четыре победителя международных Олимпиад, имеющих две серебряных и две бронзовых медали. Побеждали мои ребята в Дании, в Израиле, ездили в Индонезию, летали в Индонезию, учатся они по всему миру. В школе нельзя научиться всему, но можно научиться учиться. Выпускники-медалисты за все годы обучения определенно раскрыли в себе эту способность. Они яркие, амбициозные, активные, у них на все свой собственный взгляд. Важно и то, что большинство из них уже в раннем детстве поняли, что хотят быть признанными, а главное, по итогу обучения действительно могут получить эту высокую награду, и они это сделали. Я очень рада и счастлива, что я получила эту медаль. Нельзя так, наверное, говорить, но я еду на нее с первого класса, я с детства мечтала получить свою заветную медаль. Действительно, я очень сильно трудилась, и это для меня очень знаменательный день, ведь осуществилась еще одна моя мечта. Следующая цель – это, конечно же, поступить в университет, хорошо его укончить и стать достойным гражданином нашей страны. Очень приятно получать медаль. Для меня это как совершение долгого 10-летнего пути, когда ты стараешься на эти оценки, чтобы потом высокие баллы получить. И вот медаль – это очень приятно на самом деле. Это особый день, конечно, для родителей. Уж они точно запомнят его на всю жизнь, ведь это событие – подтверждение того, что в процессе воспитания они все сделали верно, и их дети совершенно точно уже стоят на верном жизненном пути. Я хочу сказать, что я очень рада. Нелегко удалось это все. Очень много бессонных ночей. Мне иногда было ее очень-очень жаль. Но я горжусь своим ребенком, и я верю, что… Мне радостно, что мы вырастили такого хорошего человека. На самом деле нет просто чувств и нет слов описать все эмоции, которые мы чувствуем. Спасибо большое нашему золотому ребенку и лицей, и всем учителям, кто внес такой вклад и сделал из нашего чада достойного человека. Мы просто горды, незабываемо. Поздравить выпускников собрались не только родители, директора школ, руководители города, а также депутаты парламента и другие значимые гости. Мы сегодня веншуем тех, кто является соправдной элитой московского района, кто является соправдой, соправдным таким золотым скарбом нашего родного города и нашей краины. Мне так само близко это свято, потому что колисты, я так само была выпускницей, я так само отремливала медаль. Уже прошло шмат года, но вот это почувствие, хвалявание, радость, конечно, оно застается на зауседы. И мне хотелось бы повиншовать наших дорогих выпускников, пожадать им ровной дороги до поспеху, на седине самых высоких вершин на каристь нашего родного города Бреста и родной Беларуси. Счастье и богатство в жизни, настоящее богатство, измеряется неденежным эквивалентом. Это я говорю как сотрудник банковской системы. Настоящее счастье измеряется любовью, заботой, теплотой близких людей, улыбками детей. Настоящее счастье измеряется количеством дружеских плеч, которые тебе подставляют в трудную минуту. Поэтому я хочу, чтобы они были по-настоящему богатыми, самыми богатыми на земле.